Мажелесмены сегодня открыли парламентский сезон. Депутаты обозначили основные направления работы Нижней Палаты на ближайший год. В первую очередь им предстоит законодательно поддержать поручения главы государства, озвученных в послании. Еще одно отличие этой сессии – новый формат работы парламентариев. Теперь в прямом эфире можно будет смотреть не только пленарные заседания. Динара Жамбатырова о том, что еще покажет парламентское телевидение. Отдохнувшись с новыми идеями и силами, мажелесмены приступили к законотворческой работе. Первое пленарное заседание сессии – в глаза бросается апгрейд. Парламент перешел на латиницу. Надписи, вывески, таблички в пока еще непривычном стиле. Новые лица и среди депутатов. Один из новичков возглавил Комитет по социально-культурному развитию. Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Повестка для первой пленарки выдалась насыщенной. Депутаты приняли в работу 17 законопроектов. Три из них по вопросам бюджетной политики. Мажелесмены намерены бороться за сокращение расходов нацфонда. Сокращение выплат из национального фонда будет начинаться с 2022-2023 года. Поэтому сейчас пока волноваться не стоит. Но вместе с тем, вы знаете, что была поставлена задача увеличения поступления в доходную часть бюджета. И, наверное, две пятилетки эфир, которые мы с вами все время, а не ГПФР, они, наверное, должны дать, наконец, свои результаты. Хотя бы налогопоступление от тех, которые работают. Тем временем депутатам предстоит подготовить заключение по проекту закона о статусе педагога. Его принятие позволит снизить нагрузку на учителей и повысить им зарплату. Изменения будут внесены в трудовой кодекс. Сейчас обсудят мажорисмены новые нормы в сфере туризма. Но в первую очередь депутатам предстоит обеспечить законодательную поддержку послания президента. Конкретные задачи, поставленные в послании президента страны Хасамжамарда Кемелевича Тухаева, определяют основные акценты работы и в законодательном поле. В новой сессии нам, депутатам мажориса, предстоит усилить свою работу для качественного законодательного обеспечения, практической реализации положений послания. И все это, безусловно, станет эффективной основой для дальнейшего осуществления стратегии развития страны, разработанной первым президентом Хазахстана Ельбаса Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. А еще мажорис продолжит политику открытости и прозрачности. Отныне транслировать в интернете будут не только все пленарные заседания. В онлайн-режиме можно будет увидеть и обсуждение общественно значимых законопроектов в рабочих группах, комитетах и во время презентации. Динара Женбатырова, Серия Кунырбаев. Итоги дня.